МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Своими глазами». Со всеми вас новогодними и рождественскими праздниками. Надеемся, вы в добром здравии и в полном составе, потому что именно для вас сейчас наша программа. Дайджест хорошего настроения, справочник по развлечениям и полезным приобретениям. Его составляли для вас мы, я, Юлия Романова, а также вся наша съемочная группа. Наша программа о том, что нужно знать и уметь, чтобы жить с удовольствием, чтобы не ударить в грязь лицом, чтобы не переплачивать и не переделывать, чтобы просто уметь жить интересно. Итак, начнем, пожалуй, наш первый выпуск нового 2013-го. Устраивайтесь поудобнее и смотрите сами, своими глазами. Сегодня в Гипермаркет Шанс мы прибыли, чтобы разузнать побольше об автомобильном видеорегистраторе, ведь это, считайте, ваш миниатюрный адвокат на любых дорогах. Запись с видеорегистратора, кстати, принимается в суде в качестве доказательства. Так что доказывать необходимость видеорегистратора, видимо, уже не нужно. Разберемся, как правильно его выбрать, что учесть, чтобы не покупать лишнего. Самая главная характеристика видеорегистратора – это все-таки его разрешение. То есть, чем выше разрешение, соответственно, у вас детальность картинки будет намного лучше. Сейчас максимально возможное разрешение в России, то, что представлено, это Full HD, так называемое, 1920 на 1080 пикселей. То есть, при этом разрешение, детальность картинки, в принципе, очень хорошая и достаточно четко видны все детали. Следующие параметры? Угол обзора. Стандартно идет 120 угол обзора. Для этого, в принципе, хватает для того, чтобы увидеть и две полосы встречного движения, и тротуар слева-справа. Какое количество камер выбрать? Стандартно – это идет одна камера вперед направленная. Дополнительно может быть установлена вторая камера, которая направлена назад. Опять же, нужно учитывать условия их эксплуатации. То есть, если у вас, скажем, тонированные стекла, пассажиры в салоне, запотевшие стекла даже, то есть, это может мешать, и надо учитывать этот факт. Видеорегистраторы могут быть оснащены дополнительной подсветкой, то есть, либо это инфракрасный свет, либо светодиоды, обычные лампочки белые. То есть, они нужны только для того, чтобы снимать в салоне. Скажем, за капот далеко на трассу у вас этот свет явно не уйдет, и бликовать даже будет лобовое стекло, может быть даже так. Запись информации происходит на SD-карту, то есть, это флеш-память. Обычно они комплектуются своей собственной памятью, то есть, нужно покупать отдельные карточки. От объема карточки будет зависеть количество записанной информации. Ну, как правило, при спорных ситуациях в ДТП, скажем, вам максимум нужно это последние, там, 2 минуты и максимум час записи, поэтому особо огромных размеров SD-карточки, как правило, стандартно не нужны. Также видеорегистраторы могут комплектоваться GPS-датчиком, который отслеживает и фиксирует скорость движения автомобиля, и датчиками удара, который фиксирует силу и направление удара. И то, и другое может пригодиться в спорной ситуации, но увеличивает стоимость видеорегистратора. Определяйтесь и приходите. Прямо сейчас в гипермаркете Шанс золотая середина комплектации. Видеорегистратор Prestigio по престижной низкой цене. Всего 1990 рублей. Сегодня мы пришли на очередную консультацию в медицинский центр Бреста, чтобы помочь разобраться в проблеме не только страдающему, но и его родственникам, самому ближайшему окружению, которое страдает подчас не меньше. Сегодня мы как раз и поговорим о том, что иногда нужно просто изменить свое поведение, чтобы у человека появилось желание обратиться за помощью. Часто бывают такие ситуации, что родственники приводят к нам пациентов и передают их на руки врача и самоустраняются. Да, вот, к сожалению, это тоже не очень правильная тактика, потому что пациенту нужна помощь, ему нужна поддержка и дома. И я всегда приглашаю родственников на прием, в том числе отдельно, первое время желательно от пациентов, для того, чтобы им объяснить, что с человеком происходит. Конечно, они понимают со своей стороны все отлично, они видят, да, им тоже не позавидуешь. Они живут в ситуации постоянного напряжения, да, постоянных подозрений, часто очень депрессии. Поэтому им нужна помощь тоже. И им лично, и им нужен совет, как себя лучше вести с человеком для того, чтобы не вызвать у него срыв, чтобы не быть косвенной причиной срыва. Надеемся, у вас или у ваших близких хватит мудрости и смелости обратиться за помощью. Не нужно бояться, здесь действительно поймут и помогут. Любая квартира, любой дом начинается, конечно же, с входной двери. И это не только лицо вашего жилища. Это, конечно же, теплое, звукоизоляция, а также защита от нежданных гостей. Сегодня в магазине-салоне «Унир дверей» мы поближе познакомимся с финскими входными дверями и узнаем все их преимущества. Именно здесь мы выяснили, что входные финские двери специально разработаны для использования в суровом северном климате и обеспечивают высокий уровень тепло- и звукоизоляции. Такие двери способны выдержать перепады температур до 60 градусов. Чтобы понять все преимущества входной финской двери, давайте представим ее в разрезе. В разрезе она представляет собой своеобразный многослойный сенквич, который по толщине своей сравним с двухмиллиметровым стальным листом. Итак, основная поверхность покрыта погодостойкой эмалью. Далее следуют два стальных листа, которые обеспечивают влагоизоляцию. В сердцевине двери специальный утеплитель, а по контуру двери размещается морозоустойчивый утеплитель. Надежность финской входной двери обеспечивает также и качественный удобный замок с ответной планкой. Финская дверь снабжена надежным удобным замком с функцией открывания одной рукой, а также и качественная планка снабжена двумя противоотжимными штифтами. Входные финские двери комплектуются также мощными петлями с противосъемным механизмом. Эксплуатацию двери в новом доме значительно облегчают опции регулировки в нескольких направлениях ответной планки замка и петель, что позволяет легко отрегулировать положение двери при усадке дома. Подобрать подходящую именно для вашего дома или для вашей квартиры финскую входную дверь вы можете в магазине-салоне «Мир дверей» по каталогу. Красота, надежность, защита – все это присутствует в финских дверях, которые теперь имеют официальный адрес. Россия, Карелия, Петрозаводск. Магазин-салон «Мир дверей» на Заводской 5. Откройте свою входную дверь в магазине-салоне «Мир дверей». Ну что же, мы перелеснули еще пару-тройку страниц нашего краткого составочника по жизни. Еще раз вас со всеми новогодними и рождественскими праздниками. И с первой рабочей неделей. Берегите себя и оставайтесь вместе с ТНТ «Онега». До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин